Партия Крабиев, Брузов, беда поиграет чемпион мира, черно-нур-французский гроссмейстер. Причем эта партия, собственно, на Алипиаде, как вы знаете, в последние годы, уже много лет, после того, как перестал играть Гаспаров, нам, наших шахмаристов, не везет на Алипиаде. Мы никак не можем занять первое место. Хотя и состав всегда бывает оптимальный, и мы всегда рассчитываем на высокое место, но ничего не получается, то мы занимаем пятый, а если восьмое было место, то второе, мы никак не можем занять первое. И вот это тоже, шахмаристов, когда на Алипиаде, где наша команда была выступила неудачно, и Крамлик, кстати, не пристал, но эта партия ему удалась, и она стала в 26-м году, в 2006 году. То есть это Турин, шахмаристов, алипиада, в 2006 год, Крамлик, Брузов. Конь Ф3, Д5, Д4, Конь Ф6, С4. Вот здесь последовало ход С6, который определяет, как вы помните, защиту, советскую защиту. Это не новоиндейская, не РСМФ-6 играется, не Д4, Д5, 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 Д7, не С3, не новоиндейская, алипиада, прописитайская FAV-6, в отличной отчяют, славянки конференции. Сейчас France quicks, слизистой T Заголовок такой, что это славянское значение. Конь С-3, Е-6, с ножей вязь, конь Б-7, Е-3. Но пока что, по теории, дебюты и ходы трудно коммутировать, нечего о ней говорить, потому что существует миллион ходов, и почти до первых, до 10-ти, до 20-ти, а некоторые говорят, даже до 30-ти ходов, это все еще дебют. В том смысле, что позиция известна, она распространализирована, если известная отсылка и так далее, и так далее. Так что, дебют мы, как правило, быстро виновим. Конь С-3, Е-6, с ножей вязь, все равно, кроме М-7, все равно Е-3. А, перед А-5, если черный сыграет перед А-5. Ну, не черный, но черный сыграет перед А-5. Ну, идея понятная, вот, связать гонялись, как ножей на М-7, но, может быть, кое-нибудь в 4, в причем случае. Какая-то такая мудрая игра. Но, перевес пока, у Белых, потому что, все-таки, лишний ход с Фельдзем, это небольшое, небольшое протяжение. В Белых сыграли С-2, изменялись. Комань Побел на Д-3. В Белых сыграли Фельдзем Д-2, в диагонали. Слон сыграл на Б-4, но, опять, опаздывается Т-3. Раз, два, три, нападение на коня. На защите первые две. Поэтому, надо играть за С-1. Единственный ход, чтобы не потерять С-1. Черный здесь сыграли А-6, погнали С-2. Ну, надо отступать. На Ф-4, конечно, плохо отступать. Потому что, просто, бой побегет, он отбывает, бежит. Поэтому, Слон Ф-4. Черный забыл еще раз, эти короткие аркировки. Ну, у Белых надоело, это, да, бедя на Фельдзем Д-3. Они хотят боясь намерения Слона, играли А-3. Но этот ход связан с черной пешкой. Черные берут А-3, и потом забирают пешку. Но у Белых больший центр. Ну, как мне расследование, больший центр, конечно, это достаточно компенсирует одну единственную пешку. Так, у Белых цикла, сто беда на Фельдзем Д-3. Сто беда на Фельдзем Д-3. Белых, конечно, пробегет пешки. И черные, диагноз А-3. Ну, в процессе, если ничего не боится, это неопрасно. Потому что, с таким мощным центром, то еще, беда на два слона, никаких хороших перспектив, черных это не может. Беда сразу сыграю Е-4. Я-3 Е-4 сразу сыграю. То есть, завоевали центр, мощный пешечный. Черные наступили каменные Е-7. Слон надо заканчивать вратитель. Слон до Фельдзем Д-3. Подкрепили центр, хотят регироваться. Черные сыграют конь G-6. На паре до стола до стола, спокойненько отступают до G-3. Ну, теперь черные, касалось, дает один вход. А у белых не хватает воздуха, конечно. И у черных не хватает воздуха, и у белых не можно задушить. Поэтому нужно какую-то контр-игра. И черных сыграли Е-5, здесь они пытаются. Под центр, да. Пешка готова пожертвовать пешку, но как-то, чтобы развести центр черных. Говорят, пешки, центр белых. В белых сыграли не в норме. Нужно в районе поддерживать центр. Если Е-2, то Ц-2. И опять не отдают его в центре. В белых. Это скромная такая регировка. И при коне она решит, конечно, на обращу А-24 прогресса этого коня. В белых СССР. Потому что все равно не видно, как развиваться. И кроме как появится в этой паре, без тенки боковых, а там пешками. Черный делает фут, ладей и босс. Защищает пешку Е-5. И пытается удержать центр. Черный, цена для Е-1. Занимает линии центральные, само собой. Аж 4 пружинку в ходу. Правда, черный, мы погибли на Е-4. Там как-то в ходе в ходе в 6. И гибли погибли на центр. Поэтому белые опять играются солидно очень. Ладей и Ф-1. И черный возвращается через дело. Пешка А-2. Но Ф-2 нам делать абсолютно нечего на Ф-1. Поэтому они играют Ф-5, чтобы отступить туда на СССР и держать позицию. Хотя, возможно, было, конечно, Е-7 может давало больше игры. Трожно сказать. Черный, сейчас вот белый. Белый сыграет Ф-2. То есть они центр поддерживают сбоку с поля В-2. Участки после пункта Е-4. В этой дверей, наверное, же. Но Ф-2 здесь пригодится на Ф-2 знаке. Пешки по-прежнему нет. Но задержан все это очень мощный центр. И это всегда достаточная компенсация. Черный отступает Ф-8. Все на защиту. Все на защиту. Но, пешка, черный пробуялся, зашли отброскелью ее. Теперь вернулись на свои весы. Но, пешка, прихватили. Поэтому то, что хотели, добились. А первые спокойно отступают слово Б-1. Слово Б-1. То есть они никаких не принимают решительных мер. Потому что у них задача просто создать мощные дыры по центру. И потом противник сам как-нибудь скармиться. Черный сыграли опять. А черный по-прежнему лишний мешок. Который белый бронет на 2. Фельский вернулся на Д-8. Но на И-5 они надежно берут. То есть два коня воды, а три фигуры. Нападение ради воды. То есть все уравновешено. Ну, центр есть мощный. Потому что с ним бороться здесь невозможно. Поэтому единственный шанс черный, это фельский дал проходной, а три лишние. Они отбросают ее вперед. По-7 и 5. Может было вперед в 6, но тогда фельский зашелся на Д-2. И все равно с этим садом нужно бороться. Здесь белый подтягивает цилиндр. Ну, как обычно. Чаще всего вот самые сильные в расположении ладей, это фельский, это фельский на Д-8 выходит, на Карарасик на Д-8 выходит, на Д-8 выходит, где на Центральной линии. То есть храмы 200, совершенно классическим способом. Ну, а что делать еще? А что, бросая цилиндр вперед? Потому что у них в Центральной линии никаких надежд нет. Но надежда на лишнюю круглую решку А. Они играют вперед. Белые блокируют. Ее заражают. Какое-то движение. Белые, во-первых, ее блокируют. После А3 она уже украется, цилиндр не будет. И главное, они будут присматриваться к этой диагоналии. Вот на этой диагоналии и находятся основные события. Хернс, а Граждан Иссея. Понятное дело, они поняли, что что-то плотится эта диагоналия из И-4 в поле Иссея. Хотя, возможно, что он очень много сочетан опять. Он попытается продвинуть большую диагоналию. Ну, трудно сказать, что из Иссея такой защититель, Ферзин опять более активный, если я говорил. Это был геональзм, чтобы установить истину. Белые сыграли Ферзин Сайден. Ферзин Сайден. Ну, поближе к центру, там, на метрике пригодится где-то Ферзин Сайден. И, по-моему, сделали такой псевдоактивный ход. А может, и они не знали об этом, никто не знал. Они собирают Ладья пять. Ну, бежен поступил дорогу Ладья. Ладья перешла на пятую линию, она отсюда поддерживает центра. Потому что свои идеи есть. Хотя на детстве они очень устойчиво. Теперь белые перебазируются. Играет абсолютно спокойно, потому что с таким большим центром можно позволить себе потратить какое-то время. Все равно этот центр не увезли, никак не преследуешься. Минный просто перемещать ферзин неконкретно, но ищет на Ферзя лучшую установку. И здесь, кстати, пользуется тем, что Ладья стоит немножко неосторожно и границы пересечены, если я могу. Поэтому тут сразу две идеи. Ну, черные здесь не выдерживают и берут на две, на две четыре. Вот этот, а не как теперь кое-белых попадает с одной задней доски и черные уже не буду так и держать. Кравль Александр написал, что вместо еда, вместо этого хода предлагал их нарушить. во-первых, защищает Ладью, во-вторых, не уступает в центр, все параны защищены. И дальше он проводил лауреаты, где небольшие предметы со стороны белых, но ничего решающего нет. Но белый, даже нужно было сделать защитительный ход, и он как бы тихий, тихий, не меняя обсталки на доске. А он уже не удерживает напряжение борьбы и отдаёт позволять белым представить скаливно на четыре. Такой на две четыре, конечно, здесь сразу заиграл, уже опасности видны невооружённым глазом. Белые сыграли ферс и пять. Но были там типа конь е5, не выйдет, конь не выйдет, но тогда е5-4 и проконяет коня, и кешки разберёт, поэтому на е5 становится негативно ферс и пять. Ферс и пять, и здесь белые сыграли, слона проникают соседей. Такой ещё один сенький ход, слон там пригодится, и его оттуда не проконишь. Кстати, ладья света, и нападает на ладью, да. Нападает ладью, ладья входят на тему, выхода на тему. и вот здесь неожиданно играли, играли так медленно, казалось, что никаких серьезных событий не происходило. Бедный, небольшой центр, небольшой приезд в центре, ещё различная пешка, проходная, они как бы всё держат, но здесь только раз, и бедные сразу провели выигрывающую комбинацию. Какой ход здесь напрашивается? Ну, этот ход, который он сделал, если в какой-нибудь другой углекательство пошёл так, это было никого не удивило, но крабник вообще экспозиционный, он резко затевает комбинационные бури, он развивается, развивается технически, переигрывает так, это не характерный для него ход, но, тем не менее, он нашёл этот удар, который сразу выступил в этой победе. Какой напрашивается на удар? Хунин прячет. А? Хунин прячет. Ну, Хунин прячет, это не да, это ни на что не напало. А удары, это есть удары, это жертва, или шатурский, что неожиданное. Ну, кому это неожиданное? Слобит и сир. Правильно. Вот этот вот краны к ним давал. Слобит и сир. То есть он на ровном месте гражданского народа. Другое дело, что легко посоветовать, рекомендовать, что на сходе играешь, в Чалман Олимпиаде, сборная России, проигрывать, надо выигрывать, поэтому это ответственный ход. Такие ходы, конечно, делаются, когда рассчитывать на все варианты. Потому что ничего конкретного нет, и как бы такой термин, который мы уже использовали, это скорее инуитивная жертва, что здесь защищать до конца до конца невозможное, но в то же время кранить можно-то сумевать. Забить-то надо, иначе просто берется не володя, либо вкунь, поэтому король беды си. Король беды си. Теперь спокойный шаг 22. В этом смысле не знаю, что на диагонах стрели, они выяснили, что у них ферзь. Здесь у нас есть диаграмма, поэтому рассмотрим, какой вариант мог бы быть королев 8. В партии был королев 8, а вот здесь был королев 6. если был королев 6, то партия была закончена очень красиво. Первый ход слон D8 в шаг. Слон приходил 27, это слон D8. Жертвуется слон, в жуда становится, но отрекается ладья. Но бить на D8 ладья нельзя, потому что ферзь 6 ман. Ладья D8 не ман. Ну не ман, он может уйти, конечно, на жилья. А, но все равно ман. Ну ман. Ну да, ты прав. Ну поймай, поймай. Ну ман. это перевес за счетом. Он в три шага, да, он в три шага. Теперь король куда играет? Король в четыре надо играть. Он бежит смену вперед, но мало на руку он бежит. в три шага. на два шага. Король G4 H3 шаг. Король H5 G4 ман. Ну вот такая смешная позиция. Смешная позиция. Король оказался на краю доски, получил ман. Это что было бы если было у король 6? Да есть и другие ходы, они все мануют. Теперь посмотрим, как была парция. Значит поставим на вес, слон на два. Пешка конь на D4 белый. Сейчас я не белый, сначала ставлю. Белый конь на D4 конь. Черный король G8 ферзь H5 конь на D6 пешки конь на D6 конь на D6 конь на D6 F7 G7 H6 Ну и мы посмотрели слон на D7 шаг, а ферзь пока здесь. слон на D7 шаг. слон на D7 шаг, король D7 через два шаг. Значит мы просто смотрели, что король F6 ничего хорошего. Ну а партия закончена король F8 последовательно 2D6 шаг. ну напали милка коня на ферзь на ферзь D6 ферзь D6 ферзь на ферзь на ферзь ферзь на ферзь на ферзь ферзь на ферзь на ферзь ферзь последовало D6 на на ферзь ферзь ферзь